всем огромный привет я очень рада видеть вас на своем канале сегодняшнее видео парфюмерии и сегодняшнее видео случилось исключительно благодаря магазинчику оригинальной парфюмерии аромат души и в частности татьяне чей собственно этот интернет магазинчик потому что она мне прислала на тестирование целых восемь флаконов парфюмерии сегодня речь пойдет о четырех это люксовые бренды и нишевые бренды мы с вами оставим на потом в ближайшее время буквально будет еще одно видео всем известные бренды многие ароматы вам знакомы я уверена сегодня я расскажу свои впечатления о них и прежде чем мы с вами начнем хочу рассказать о оригинальности парфюмерии потому как как только на моем канале выходит видео в частности с ароматами из интернет-магазина аромат души в моем инстаграм куча вопросов наташа действительно ли это оригинальная парфюмерия действительно можете не сомневаться только оригинала никаких подделок татьяна очень трепетно к этому относятся поэтому на ее страничке в инстаграм аромат души вы никогда не найдете парфюмерию плохого качества все вопросы по поводу наличия цены тестеров а вы сможете задать непосредственно татьяне ватсап номер я оставлю под этим видео но либо на страничке в инстаграм как вам удобнее но мы с вами переходим непосредственно к ароматам как я уже говорила будет их сегодня четыре и начну я с того аромата который был заказан вообще без какого-либо тестирования я честно говоря с ним абсолютно незнакома уже в последний момент мне татьяна горит наташ давай я тебе положу вот этот аромат потому что он настолько прекрасен настолько подходит вот какому-то весеннему настроению попробуй я попробовала это аромат который называется мон париж и в сен-лоран у меня в объеме 90 миллилитров и у меня тестер тестер кстати ничем не отличается от товарного флакона за исключением коробки коробка здесь вот в таком вот упрощенном виде сам флакончик абсолютно точно такой же и имеет крышечку этот аромат для женщин принадлежит он группе шипровые фруктовые выпущен 2016 году верхние ноты аромата клубника малина груша калабрийский бергамот колон апельсин и тенжерин средние ноты дурман пион апельсиновый цвет жасмин самбак и китайский жасмин базовые ноты пачули из индонезии белый мускус амбраксан пачули белый кедр мох и ваниль этот аромат нежен настолько что рассказывать о нем без улыбки просто не получится это парфюм который просто заявляет о себе как о чем-то таком очень нежным очень мягком очень женственным когда слышишь этот аромат от какой-нибудь девушки я наносила на своих знакомых прям девушку обнять хочется потому что она сразу становится такой нежный невинный такой мягкой никакой агрессии никакого вызова я знаю кому понравится этот аромат если вы его еще не слушали я в первую очередь очень рекомендую прям вот настоятельно послушать этот аромат любителям bright crystal versace я не скажу что ароматы клоны я даже не скажу что они прям похожи но настроение которое они создают но очень схожи и такие ароматы у меня ассоциируются с весной когда после затяжной холодной зимы после снега природа начинает расцветать природа начинает благоухать какими-то цветочными нотами когда ты выглядываешь с утра в окно а там а там ожившая после холода природа солнце заливает все первые росточки первые цветочки первую зелень на деревьях вот представьте просто по ощущениям что это когда у вас когда вы сами прямо живаете вот это такой аромат при этом знаете я не очень уловила какую-то связь вот с парижем с этим городом возможно просто потому что я в париже никогда не было он на каждый день он очень уместен будет на свиданиях этот аромат прекрасно подойдет для каких-то неформальных обстановок тогда когда вам не нужно изображать из себя светскую в львицу при этом этот аромат будет очень приятен для окружающих здесь нет каких-то специфических нот он прекрасен в своей простоте это тогда когда я вот сейчас в данном случае говорю исключительно про себя тогда когда устаешь от нишевых брендов от этих густых тяжелых ароматов которые нужно разбирать которые нужно понимать в которых заложена какая-то история вот что-то такое вот глубокое этот аромат красив в своей простоте в своей цветочности в своей легкости при этом сладости что касается клубники малины груши вот это вот фруктово-ягодного микса все здесь присутствует но это не натуральный аромат клубники не натуральный аромат малины то есть это не охапка ягод ваших руках это все вот на парфюмерный лад при этом аромат не гурманский его съесть не хочется он очень теплый он очень нежный он очень женственно я от всей души рекомендую вам с ним познакомиться потому что при том что последнее время я крайне редко снимаю видео о люксовых парфюмов о люксовых брендах все таки как-то я больше на нишевые бренды перешла в последнее время этот аромат мне очень понравился я хочу разнообразить им свою жизнь я хочу вдыхать этот аромат я хочу чувствовать эту весну в флаконе эту нежность пока я вам сейчас рассказывала про аромат монт париж буквально за две минуты откуда ни возьмись на небе появилось солнце и залило все вокруг и здесь стало настолько светло что я сейчас даже камеру перенастраивать потому что был жуткий пересвет вот вы знаете даже солнце согласилась моим описанием что аромат монт париж очень весенний и ассоциируется с первыми росточками солнышком с хорошим настроением мы с вами переходим дальше к следующему парфюму следующий аромат я знаю уже очень очень много лет когда я еще училась в школе у мамы моей подружки был этот аромат он тогда еще только-только появился я приходил к себе подружки игры слушай дай пожалуйста понюхать это такой прекрасный аромат и и все эти годы я думаю у меня обязательно появится просто хотя бы ради коллекции потому что нет нет но я этот аромат почему-то вспоминаю он очень засел почему-то в моей памяти это многим известный аромат от элизабет арден который называется 5 авеню у меня в объеме 30 миллилитров это не тестер прекраснейший флакон такой вроде бы простой но очень элегантный для начала ноты это аромат для женщины принадлежит он группе цветочные выпущен 1996 году верхние ноты магнолия липовый цвет мандарин сирень ландыш и бергамот средние ноты мускатный орех гвоздика тубероза фиалка персик жасмина и ланг и ланг и болгарская роза базовые ноты гвоздика или самбра сандал ваниль и мускус честно говоря для меня это такой не очень дорогой классический аромат 90-х который опять таки на мой взгляд не теряет своей актуальности и по сей день он очень женственный в нем нету сладости которая вас задушит для меня аромат абсолютно весенний он немножечко колки возможно гвоздика дает этот эффект слышь что ты липовый цвет и сирени какие-то ландыши все это не сладко все это очень в парфюмерном смысле и это звучит не дешево что самое главное потому что я знаю кучу моноароматов той же самой сирени того же самого ландыша и звучит это немножечко знаете по детски никакого детского аромата в этом флаконе вы не найдете для меня это утонченная женственность такая очень ненавязчивая очень красивая и до сих пор почему-то это аромат для меня звучит стильно это такой цветочный парфюм который во первых очень многим подойдет а во вторых если ваш бюджет не позволяет какие-то более дорогие бренды не покупайте подделки вот возьмите хотя бы 30 миллилитров пятого обвеню элизабет арда и вы будете вы будете звучать утонченно вы будете звучать стильно я не слышу здесь к моему огромному счастью болгарскую розу которую я не люблю я чувствую здесь и ланг и ланг тубероза я здесь не не слышу опять-таки к моему большому счастью потому что я не люблю тубероза это все вместе дает некую закончена абсолютно целостную картину из которой если выбиваются ноты то вот именно сирене и ландыша остальные очень гармонично так все это сплетают воедино я перед собой почему-то знаете вижу девушку в возрасте 25 45 вот что то такое вот очень красиво изысканно одета возможно на голове какая-то даже шляпка у нее красивые манеры достаточно спокойная речь ее речь мягкая но это не мягкость которая равна такой уступчивости но не будет вам улыбаться если вы не понравились ей но при этом она вас не оскорбит просто встанет и уйдет а так в принципе эта девушка сидящая в каком-нибудь красивом летнем кафе такой знаете прохладный ветерок шлейф пятого авеню в общем красиво для меня это вот некая классика я так думаю что этот аромат подойдет очень очень многим не представляю как он может вызвать недоумение не представляю как он может вызвать какие-то негативные эмоции как у обладательницы как у носительниц так и окружающих очень советую еще раз повторюсь если бюджет не позволяет какие-то более дорогие бренды очень советую для повседневного возможно использование буквально чуть-чуть если нужно более интенсивное пару тройку пшиков аромат будет более интенсивен аромат будет более глубоким и более о себе заявляющих а мы с вами переходим к следующему аромату а не менее интересному чем предыдущая для кого-то кстати даже более интересному но это по-прежнему элизабет арден и в данном случае это 5 авеню найт этот флакон у меня в объеме 75 миллилитров выглядит вот таким вот образом в принципе внешне они друг друга очень и очень напоминают давайте про ноты этот аромат для женщин он принадлежит группе восточные цветочные выпущены в 2008 году верхние ноты белая фрезия цикламен мандарин белая роза бергамот средние ноты кала жасмин гелиотроп розовый пионы ландыш базовые ноты белый шоколад мускус ваниль и древесные ноты это версия 5 авеню для тех кто хотел бы цветочный аромат похожий на 5 авеню в классическом варианте такой же цветочный но хотелось бы чего-то более сладкого более может быть даже шоколадно ванильного такого на мой взгляд абсолютно удачная композиция белый шоколад и ваниль в полетены в общую вот эту цветочность настолько красиво настолько все это уместно что во первых не вызывает недоумения и опять-таки композиция слышится очень очень целостный принципе можно уловить некую схожесть этих двух ароматов но конечно же это более ванильный более мягкий более теплый особенно после там 20 30 минут на коже он прям становится тепленьким такая ваниль кстати не гурманская то есть аромат не хочется есть но теплота в этом аромате абсолютно точно присутствует поэтому при том что он все-таки остается цветочным вот этот цветочность в отличие от классической версии она не острая она не такая знаете даже немножечко сверлящая такая она наоборот становится цветочность это очень мягенькая такой нежный женственный очень если хотите очень уютный аромат следующий аромат о котором мы с вами поговорим это аромат который называется о де муазель буадеут бренд живанши я честно говоря не знала что в живанши есть серия таких ароматов я уверен что многие из вас также не знакомыми с этими ароматами но я хотела его очень давно я давным-давно видела его описание незнаком был абсолютно и даже не тестировала полная неожиданность полная этот аромат был заказан вслепую можно сказать по описаниям и когда мне татьяна его привезла я брызнул на запястье я была просто в шоке потому что все что я читала о нем все отзывы на мой взгляд не имеют с действительностью вообще ничего общего это найти такая неожиданно нашедшаяся еще одна жемчужина моей коллекции абсолютно не для каждого не для каждой абсолютно не на каждый день очень в отличие от предыдущих которых мы с вами разговаривали очень странный очень сложный давайте для начала просто прочитаю ноты этот аромат для женщин он принадлежит группе восточный цветочный выпущен в 2012 году верхняя нота мандарин средние ноты апельсиновый цвет и роза базовые ноты белый кедр амбра ваниль алибаму и уд я вообще-то честно говоря ожидала чего-то очень такого знаете удового но но честно говоря ожидала чего-то более легкого а тут я получила такой с одной стороны абсолютно такой ретро аромат а с другой стороны этот ретро аромат он очень стильный вот попробуйте как-нибудь сочетать эти две несочетаемые вещи вот как ретро васть и некая современность что ли очень стильный аромат очень очень непростой я не смогу описать вам лучше этот аромат пожалуй чем я сейчас покажу что я чувствую прослушивая аромат я знаю что многие мои постоянные зрители знают о том что не так давно я купила винтажные миниатюры парфюмов вот так вот они у меня выглядят я пока еще не снимаю и пока еще честно говоря не с ней не собираюсь снимать о них обзор эти миниатюрки лежат у меня вот такой шкатурки лежат они здесь достаточно долго что-то где-то тут подтекло из флакончиков какой-то флакон просто это истончает источает такой аромат что просто вот насыщает им всю коробку в общем лежит это все у меня добро где-то полгода и теперь представьте когда вот эти все ретро миниатюры со своими ароматами лежали в закрытой коробке в течение полугода представьте какой аромат раздается когда открываешь эту коробку тут 24 винтажных аромата вот представьте себе как пахнет эта коробка такой густой тяжелый ретро аромат такой богатейший он такой богатый он такой сложный в общем вот этот аромат который называется оде-муазель боадут это нечто из этой серии только если в этой коробке пахнет вот чисто ретро ароматами то здесь уд привносит такую как же сказать то он при том что вот так очень ретро он современный такой ретро на современный лад безусловно здесь в первую очередь ощущается уд но уд не медицинские поликлиниками стоматологиями бинтами не пахнет роза здесь тоже слышится но роза здесь не сладкая вот я люблю кстати очень сладкие розы которые прям эти такие нежнейшие здесь не сладко роза она здесь такая очень колючая немного кисловатая здесь нет этой ноты но почему-то я нас только очевидно здесь слышу что-то похожее на туберозу вот вообще просто этот аромат понравится не всем этот аромат совершенно точно на мой взгляд не понравится молоденьким девушкам этот аромат очень взрослый такой женщины которая прям такая с характером вообще знаете такая не из рубковой десятка такая заходящая и заявляющая себе аромат конечно такой что касается ванили через несколько часов что-то где-то такое ванильное но аромат теплым не назвать мягким не назвать нет к такой женщине порой будет страшно подойти потому что она выбрала этот аромат который в принципе такой знаете претензионный очень и знаете кстати очень хорошо здесь слышится апельсиновый цвет который опять-таки не добавляет сладости этому аромату это не апельсинчики такие прям перезревшие это прям небольшая такая кислиночка цитрусовая в общем не всем понравится аромат не для всех но что звучит он очень дорого очень прям так вот как знаете есть такие ароматы в коллекции которые вы не представляете для повседневного наношения которые это явно не для окружающих чтобы они там очаровались вам но прям как такая знаете жемчужина которого вы иногда достаете из своего парфюмерного шкафчика наносите на себя и прям в общем знаете это для тех кто я не знаю осмелится заявить о себе в такой не сладко удовой розовой интерпретации я очень надеюсь что у нас с татьяной получилось подобрать ароматы для этого видео для вас интересными я надеюсь что у меня хоть немножечко при том что конечно же ароматы крайне сложно описывать у всех разное восприятие мы все по-разному чувствуем и конечно же все аромат на разной коже раскрываются по-разному но я очень надеюсь что у нас получилось выбрать те ароматы описание которых для вас было слушать интересно ну по крайней мере приятно возможно вам поможет это в выборе на этом пожалуй и все но парфюмерная тема в ближайшее время будет продолжена и в ближайшем видео в одном из ближайших видео я покажу вам еще четыре новых аромата в моей коллекции один из них очень такой запрашиваемый ну давайте такой вот это ред табака от монсера его очень часто просят описать аромат оказался на самом деле потрясающим и буквально очень очень скоро я расскажу вам о всех четырех ароматов которые мы также статья на выбирали достаточно тщательно чтобы вам было интересно смотреть вся информация по поводу магазинчик аромат души будет ждать вас под этим видео я еще раз повторюсь что в качестве парфюмерии вы можете не сомневаться стопроцентные оригиналы будут вас ждать а на сегодня пожалуй все пока